Доброе утро, друзья! Невероятный праздник сегодня в Смаке! Сегодня к нам пришла королева, коронованная королева фигурного катания российского спорта Наша любимая Татьяна Анатольевна Тарасова! Здравствуйте! Татьяна Анатольевна, дорогая! Я бы хотел объявить всем о том, что мы вас очень ждали здесь Мы вас очень ждали Ведь сколько приходило сюда ваших учеников, ваших поклонников Все сошлись в одном, что есть у Татьяны Анатольевны Тарасовой уникальное умение И уникальное хобби, помимо основных общеизвестных Это умение накормить Накормить, это хорошее умение Я действительно всех кормила Мне это даже ставили в вину Другие тренеры, да, говорили Ну, конечно, они к ней идут, потому что она еще и кормит Ага, ага Я правда очень люблю готовить И сегодня я приготовлю всем Суп, который обожали мои ученики Он готовится очень быстро, очень вкусный получается Итак, суп, который обожают ученики Татьяны Тарасовой Так, я, судя по тому, что здесь находится курага и ежевика Это, очевидно, не пойдет в суп Компот это будет или что это будет? Нет, это будет салат Это будет салат, который я для них всегда делала На Новый год Но для начала, Вань, мы должны поставить курицу Потому что если мы ее не поставим, мы не успеем А не успеем, мне будет очень жалко Я под эту курицу быстренько-быстренько разрежу Туда положу в бульон сразу перец Я всегда делаю Как вы взяли? Значит, вот я беру курицу Курица у нас уже мытая, лежит охлажденная Прямо вот туда берешь? Вот прямо туда ее и берешь, да Мы потом ее будем разделывать Она прямо туда и прямо туда вода И все совершенно обычно, да, совершенно все обычно Как бы варим этот бульон Сразу кладем перец туда, да? Я все сразу кладу, потому что у меня нет никакой последовательности Мне всегда некогда Я кладу все сразу Отлично Зажигаем газ Да Все, загорелся у нас газ Да, я сразу кладу сюда морковь, потому что я люблю бульоне Я хочу обратить внимание, ваши дорогие зрители, на скорость Татьяна Анатольевна Мои подруги говорят, от того, как мы входим в дом, до того, как мы садимся за стол и едим жареную картуру, которую я приготовила Проходит 8 минут Это потому что нет времени Вот знаете, смешно, вот мне, глядя на вас, смешно, когда некоторые, в том числе и ваши ученики, говорят А вы знаете, я не готовлю, потому что времени у меня нет Ведь столько я всего делаю А мне кажется, вы делаете больше, чем большинство людей И смотрите, уже у нас, так, курица, что мы положили? Помидор Мы положили помидор, мы положили перец, любой перец, зеленый, красный, какой дома есть И морковь И все это будет вариться Все это будет вариться, пока не сварится курица Прекрасно, что мы делаем дальше? Что мы делаем дальше? Дальше мы делаем струби Да, мы хотели делать струби Для этого мы Так Для этого мы сейчас немножечко приварим яблочки Татьяна Анатольевна, давайте я что-нибудь помогу вам Что-нибудь, помогай, оговори, что-нибудь, а я буду делать А как же хиро А ты тоже будешь сейчас делать, ты будешь раскатывать Давайте я хотя бы малинку съем Не ешь малинку, малинки мало купили Еле хватит Яблочек Да Вот мы сейчас возьмем два яблочка, да? Да Два, даже может быть и три Вот, и немножко их потушим, эти яблочки Мы их можем потушить в духовке Духовкой умеешь это пользоваться? Татьяна Анатольевна, да я духовка, да вы что? Да я и духовка, у меня прозвище такое, духовка была Вот, потому что если нет, то мы можем поставить это в... Давайте я, чтобы удобнее было, я достану Есть? А у меня, я на такой дом режу, тоже хорошее Оп Да Так Вот Давайте, тогда я буду таким пажом Да, мы сейчас быстренько-быстренько Главное, что мы их поставим, а потом будем уже тесто раскатывать А ваши ученики, ваши знаменитые спортсмены, питомцы ваши, они вам на кухне помогают? Нет, они только ели Ширали просто, вот, то есть сидели, заворачивали Нет, они готовили один раз в неделю, когда они хотели что-то сделать сами себе Потому что в воскресенье я не готовила Но, ставь, Вань, чтобы... Ставить на нашу сковородку или в духовочку прямо В духовочку прямо, на что-нибудь, да? На что-нибудь в духовочку Поставить, они там немножко попекутся, да? Просто на противень, да? Ну, с противень они, я уже их так порезала, что они упадут Вот давай на это, да? Нет, нет, вот так вот, да Да, да, да Вот можем подложить вот эту штуку На силиконовую прямо, да! Чтобы не приварились Вот так вот прямо Вот так, да Смотрите, как мы сделали И всё, да Всё, всё это вы знаете, вы лучше меня всё это знаете Вот, и раскатываем тесто Раскатываем тесто для штруделя, да? Да, поможешь? Давайте, конечно, помогу Значит, у нас есть, да, вот такое тесто Сейчас, секунду есть у нас Вот, вот это, есть у нас вот эта скалка Кстати, у меня дома сломалась скалка Надо бы отсюда, да Она уже ваша Спасибо Она уже ваша Так Да, 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 вот это очень хорошая вещь Какая-то хорошая вещь Я там это уже Да, да, да Я видела, что ты в этих передачах потрясающе совершенно это всё делаешь Вот это можете сделать Давайте я, чтобы... Значит, как нам... Это у нас слоёное тесто, если не ошибаюсь Правильно же, да? Да, слоёное тесто Соответственно, мы его раскатываем Просто вы мне его подскажите, какого размера? Ну, раскатывай, как можешь А что, и сладким баловали спортсменов? Ну, сладким я, конечно, их не очень баловала В основном я делала... А что категорически делала? ...простую еду То есть, что я делала? Я, например, делала... Два дня мы ели курицу Я не готовила каждый день Я варила в воскресенье вечером Я варила 50 приблизительно яиц У меня жило приблизительно 6 человек 5-6 человек всегда со мной Растущие организмы О, здорово! 50 яиц? Ну да, чтобы это лежало, как говорится, всю неделю Они пришли, например, бульончик взяли, бульончик И туда яичко опустили Я думаю, я знаю, что думаю Я думаю, что когда вы приходили за яйцами в магазин Праздник для них 50 яиц Я приходила туда очень часто Они думали, что я, наверное, какой-то подбольный детский сад держу Потому что организм растущий Значит, что мы должны... Да, очень хорошо, вот, очень хорошо Даже лучше быть не может Вот, что мы делаем? Мы теперь ждем Вань, теперь надо вот это немножко покатать тоже Покатать? А, просто... Знаете, что делать? Надо крухать, то есть измельчить А, можно измельчить, да, но не в пыль Нет, не в пыль Но не в пыль, да, не в пыль, а так... А у нас тут, дайте, есть... Да, я еще не знаю, что у вас есть Сейчас я найду Вот, вот, смотрите, что у нас есть А там, кстати, уже есть Во, хорошее А у нас, смотрите-ка Вот, да, это мало Вы думали? Это мало, да? Да, это мало Давайте вы спать Я тогда еще Следующую порцию Следующую порцию измельчить О, какая хорошая, простая какая Сейчас мы посмотрим Сейчас, секунду Вот так Да, вот так Все с орехами делают Худеют же все на диете Поэтому орехи, да, орехи Ну, конечно С тестом очень Ну, вот, а тоже странно Спортсмен, с одной стороны, должен быть все время потянутый, стройный Но, с другой стороны, нужно же огромное количество всяких... Конечно, поэтому варишь бульон Я даже бульон иногда варил Здорово Здорово Ох, как классно Классно Все, хватит Потому что нам нужно еще для этого... О, как классно Здорово, да Засыпай Прямо вот так вот, да? Да Так, 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 так Так, 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 так Вот мы все эти орешки высыпаем Так, а вот это нам надо тоже вот так же сделать Да, давайте я нарежу А я тоже нарежу И вы нарежете Все, соответственно, все, больше нам детство не пригодится Или пригодится? Да, нет, не пригодится Давайте Мы сделаем маленький струбель Так, маленький струбель, правильно Правильно Вот, что я делала с ними? Я, например, варила... У меня были кастрюли Кастрюли были пятилитровые Меньше не было Потому что, ну, что меньше варить? Они разочек зачерпнули, они много работали Очень уставали И кушали правильно У меня варилось всегда два супа я варила В воскресенье вечером И хватало на... До среду, до среды хватало До среды два супа Один, например, бульон Так В который я клала очень много овощей Корень сельдерея Все овощи, которые у меня есть, да? И варился просто чистый бульон Второй Что? Что, хотя бы мы показывать Давай, давай Вот это засыпаем, да? Да, засыпаем То есть мы берем Я всем говорю, друзья Подробили грецкие орехи Сверху порезанная курага Да, прекрасно порезанная Можно даже еще порезать мельче Так, теперь берем Темный виноград Да Видите, это аппетитно выглядит Ох, как красиво И, например, я брала вторую кастрюлю Короче говоря, я брала, например, куски курицы И делала это все Клала туда чернослив, курагу И много яблок И несколько кур Все это поставила На небольшой огонь Попыхивает Все Больше не подходишь И только смотришь На запах фигуристы начинают сходиться Да, да, да Очень вкусно пахнет Тоже два дня они это кушали Потом два дня Ели говяжий бульон Который я варила Даже на маленьком огне На единицы Ставила даже на ночь Все понятно Теперь понятно, почему фигуристы в доме Татьяны Тарасовой Никогда не смотрели в календарь, чтобы узнать, какой день недели Чем пахнет мясом? Четверт Да? Ой, Татьяна Тарасова сегодня Смотри, на секунду я, на секунду, на секунду Короткая реклама на первом канале После которой мы вернемся и узнаете, что шабли В переводе с белорусского означает Девчонке пора закругляться, патруль идет Мама Там дядя Виталик выпил и с попугайчиком о чем-то говорит Ричард Бах Чайка по имени Джонатан Ленингстон Дорогие друзья, с вас на первом канале У нас в гостях сегодня Наша любимая Татьяна Анатольевна Тарасова И мы готовим штрудель А у нас уже варится бульон И будет суп куриный И яблочки у нас уже запекаются И прямо И мы себя чувствуем Немножко, хотя бы чуть-чуть Нам же так хочется, но фигуристами Когда готовит Великая Тарасова Я открываю Для чего? Для того, чтобы мы Положили туда сколько вам? Мармеладик Мармеладик Прямо вот такой мармеладик, который можно купить в магазине И мы режем мармелад Режем мармеладик И выкладываем его тоже так хаотично Я вам еще подаю мармеладик Да А чья это идея с мармеладом? Мои подружки Это ноу-хау Я первый раз вижу, чтобы что Вообще мармелад покупают Ну это сейчас купили, да, такое А вообще покупают Просто он продается без сахара Просто такие пласты мармелада А, мармеладовые Да, просто простые мармеладовые пласты И от этого становится немножко сладко Потому что иногда Судьи, как говорят в Одессе Дают варенье Да Дают немножечко И как внутрь варенье Да, но я боюсь, что здесь будет течь И поэтому мармеладик А мармелад не течет Мармеладик, да Вот сейчас яблочки приготовятся Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп Смотрите, что происходит Вот Закипела наша курица Я позволю себе сделать Я назову это Суровой Непростой долей Подмастерья Снять Да Снять ненужности Забрать Смотрите, раньше курица давала много пены А теперь Советская курица Брились ноги Этой деду А сейчас уже все Солить нам не нужно А мы можем, да Мы можем посолить Так Я вообще ничего не солю Но этот суп Надо подсолить Так Вот так Он будет Он будет Так Моркови Желтенький В общем, добавляем букет специй Да Добавляем букет специй С солью С приправками Татьяна Анатольевна Но я хочу задать вопрос Ответ на который меня Мучает Что вы-то в свое время Хотели В ГИТИС? Да, хотела В ГИТИС? Очень хотела в ГИТИС Потому что преподавали Такие выдающиеся педагоги Преподавала Марина Тимофеевна Семенова Преподавала на балетмейстерском И все равно я не поступила Потому что папа маме сказал строго Что у нас Спросил, что такое Что такое ГИТИС? Мама сказала Толи Это Институт театрального искусства Имени Луначарского Папа сказал Знаешь, Нина Известного артиста Да Ты У нас дочка И у нас Артисток В семье не было Никогда и не будет На этом была поставлена точка Моему учению Вот так Великий Тарасов Ну я Туда бегала И ходила на все спектакли Была совершенно помешана Вы театральный человек Всегда был У меня всегда был пропуск Большой театр Всегда на третьем Четвертом ярусе Или С левой стороны Во дворце съездов Я конечно пересмотрела Все что было Все составы Я знала все составы Но мы были помешаны Были помешаны На профессии Хотелось что-то сделать Хотелось что-то посмотреть Я училась в классе В одном В моем классе учился Коля Бурляев Учился Никита Михалков И мы в общем Все бегали На все их премьеры И надо было Соответствовать И как-то В своем деле Хотелось развиваться Вот и так И получилось Потихоньку Потихоньку Вообще очень быстро Жизнь Ну уже Нельзя же Вот щелкунчик Который вы поставили Это же уже Это же Спорт уже не имеет отношения Это же уже театр Просто на льду У меня был театр Да Я когда увидел Спящая красавица Золушка Аняки цветочек Аняки цветочек В конце концов Кармен была Был лебединое озеро Танго-танго То есть мечты-то То, о чем мечтали Получилось Получилось Все получилось И Слава Пула Чем-то не узнаешь Получается Потому что Как-то Ну уже Мне 63 Хочется, чтобы Ну продлить еще Своё удовольствие Потому что это удовольствие Это удовольствие Работать Так, так, так Остывается Значит, друзья Порезанное яблоко Количество Несколько штук Да Уже он прям даже Прям пропеклось Так Почти Почти Не до конца Да, почти Я напоминаю У нас кипит Вот мы на это же будем Выкладывать пирог Мы будем выкладывать Да, штрудель Штрудель Ну я думаю, что мы Должно Выпекаться Мы немножко Татьяна, тоже Сколько градусов должно быть Для запекания штруделя 200 200, да? Да, потом можно перевести На 150 Всё Я выставил 200 Так, Татьяна, Татьяна Да, это пусть делается Делается Всё Вот посмотрите Давайте Я равномерно Я это распределяю Да Вот так Раскатанное Тесто Слоёное Чуть-чуть Чуть-чуть сахарочка Да, чуть-чуть Вот прямо вот так Да-да-да-да-да-да-да Чуть-чуть Вань, давай начинаем Закатывать с двух сторон Давайте Вот так отсюда, да? Вот так, да? Ты с этой стороны А я с этой Так Так, здесь Аккуратненько Чтобы не прорвалось, да? Да-да-да Нет, всё будет нормально Чуть-чуть прорывается Не-не-не, всё будет нормально Всё будет нормально Хорошо, раскатал очень тонко Тонко Так, залепили Так Залепили Вот Вот Так, вот Теперь берём Немножко Чуть-чуть Оливкового маслаца Оливкового маслаца Отправляем. И отправляем. Секунду. Да, отправляем. Секунду. Татьяна Анатольевна, секунду. Да. Так. Взял. Взял. Всё, отлично. Раз. Переложил. Оп. Ну, хлопайте, хлопайте вы. Штрудели веды. Так, всё. Всё, до свидания. До свидания, Штрудель. До свидания. До свидания, Штрудель. Вот это мы ставим. Да, это мы ставим. Для того, чтобы... У нас будет красота красивая. Красота красивая, всё. Да. Это мы ставим... Вот, мы берём... Рукколу. Да, мы берём рукколу. Да, мы можем её резать, мы можем её не резать. Так, рукколу. Рукколу мы можем... Положили, правда? Да. Теперь мы берём разное, вот то, что... Микс салат, то, что продаётся, да? Я... Прямо вот я это делаю, например, руками, а вообще его можно делать прямо из пакетика. Раз, раз, раз. И всё переложил. Да, и всё переложил. Мешай. Так. Так, теперь мы берём... Клюква. Где сыр? У нас должен быть... Вы знаете, Татьяна Даниловна, я вот... Вот, знаете, вы так спрашиваете, что я... Вот не было бы сыра, я бы его сейчас... Да, у нас должен быть зелёный сыр. Вот. Зелёный сыр, это, по всей видимости, вы имеете в виду... С пресенью, да? Да, ракфор. Ракфор. Вот он, прекрасный. Смотрите, самый главный ингредиент, это клюква сушёная. Вот она, сушёная клюква. Так. Да? Так, всё, сушёная клюква. Да, сушёная клюква. Так, тоже перемешиваем. Обязательно. Перемешиваем, перемешиваем, перемешиваем. Так, вот там где-то сушёная клюква. Да, Вань, теперь ты делаешь орехи грецкие, вот тоже на этой штуке. На этой штуке делаю. Да. Много не бывает. Не жалею. Нет, не жалеешь. Значит, я делаю. Режу ракфор на кусочки. Вкусно. Уже даже не могу здесь стоять. Я так давно этого не ела. Так это вкусно. Это самый любимый салат моих подруг. Татьяна Анатольевна. О, прекрасно. Вань, всё туда. Тоже не в хорошо. Вот это какая штуковина, у меня такой нет. Татьяна Анатольевна. Это вообще... Подождите. Вот. Ракфор. Ракфор. Сыр с плесенью. Да. Не покупайте очень жирный. Весь туда. Весь туда. Так, давайте. Смешиваю? Да, обязательно. Можно руками? Обязательно. Настоящие хозяйки мешают руками. Вот так хорошо, как помешал. Так. Прекрасно. Так, так. Так, так, вот так. Смотрите, вроде бы вот так, да, как-то? Да, вот так, помешал. Татьяна Анатольевна, на секунду вас оставлю. Вот не боюсь. Знаю, что... Не бойся. С вами, вот посмотрите, всё. В надёжных руках наша кухня. Друзья, у нас короткая реклама, после которой мы вернёмся. И вы узнаете, что блендер в переводе с иврита означает «Мама эта Джора позорит нашу семью». Коктейль мешают настоящие мужчины. Трус не мешает коктейль. И запоминает гостей русского дома в Ванкувере. Дорогие друзья, у нас на первом канале у нас в гостях сегодня Татьяна Тарасова, с которой мы готовим штрудель, который у нас же запекается, у нас суп. О, посмотрите, кипит, как курица. Да, да, да. Слушайте, а сейчас я ещё... Яблоко ещё туда. Да, тоненько-тоненько, вот как можно тоньше туда яблочко. А тоненько вы имеете в виду соломочкой нарезать? Да, да, тоненько соломочкой. Вот сейчас я его тоненько нарезаю. Тоненько соломочкой нарезается? А вот прям совсем мелко-мелко-мелко. Да, чтобы оно попадалось. Чтобы оно получалось иногда. Попадалось, да. Неожиданно, да. Можно уже засыпать потихонечку. Да, засыпай. Так, так, давайте. Вот хочется такой салат сделать, огромный. Или что-нибудь вроде этого. Хочется сделать что-то очень вкусное. И на 9 мая пойти на улице. И всё это на выездной кухне, что-то вкусненькое такое, готовить. И кормить. И кормить тех людей, которые дожили до этого дня. Давайте поаплодируем. Просто хоть немножко, а о них заботится. Вы знаете, Татьяна Анатольевна, а салат-то у нас, вот несмотря на то, что заправки не было, а ощущение, что уже как будто бы... Да. Глухая салат. Да. Что дальше? Красивую эту штуку. Мы можем и в этом оставить. Ну, перекладывай. Давайте так, перекладывай. Перекладывай. Давай малину. Малину? Так, смотрите, это немножко ещё сверху, вот так. Малину. Теперь смотрите. Вот так, малину. Так. Вот. И вот эту ежевику. Да? Так. Вот, вот смотрите, как он, красавица. Вот где? Он не обезуевый. Да. Теперь смотрите, что мы делаем. Так. Базонечный уксус. Так. Поливаем? Поливай. Командуйте. Да, поливай, 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 поливай. Вот. Да. Да. Дальше. То, что вы... В любом большом магазине, в супермаркете, то, что вы можете купить. Так. Это соус, он бывает брусничный, земляничный, любые, малиновый может быть, может быть самое лучшее. И это, конечно, купить клюквенный. Щедро надо. Так. Вот именно. Поливай, поливай. Так, а это что? Это другой, да? А это другой. Это один малиновый, другой. Вот этот малиновый у вас? Другой брусничный. Слушайте. Поливайте. Знаете, должно быть так. Остро-сладенько. Подумайте, а. Вот такой получается салат. Давайте-ка поаплоди. Давайте зелье я порежу, пока вы будете... Вы яйца же сейчас будете, да, для курицы? Да. Или нет? Вот у меня тут яйца еще остались. На такую, на одну беру 4-5 яиц, да? Татьяна Анатольевна, кинза, укроп, да? Да, кинза, укроп. Так, 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 так. Так. Прекрасные звуки. Вот когда такие звуки на кухне раздаются, все становится... У меня очень друзья мужу сдают, когда готовят. Конечно. Я до сих пор, я в траву, что бы вы мне ни говорили, я не могу понять, как вы успеваете. И олимпийских чемпионов, и чемпионов мира, и чемпионов Европы, и щелкунчик, и спектакли. И еще успевайте к своим подругам в театр ходить, Гарень Борисович Неволченко. И успевайте в большой ходить. Чем больше, Ваня, ты знаешь, чем больше работы, тем интереснее жить. Поаплодируйте, пожалуйста, этому абсолютно справедливому подтверждению. Так. Достаем. Давайте я достану. Я тебя подержу. И вот сюда. Ну, иди-ка сюда. Иди-ка ты на суд, прославленного тренера. Опа. Оп. Вот она. Давайте. Вот она курка. Сейчас стынет, мы ее сейчас будем. Что отсюда мы достаем? Вот это все достаем. Ничего нам не нужно, да? Нет, нам ничего не нужно. Что мы достаем? Мы достаем отсюда морковку. Достаем отсюда перец. Достаем отсюда помидор. Да. Точнее, что от него осталось. Да. А здесь мы снимаем кожу. Мы можем вообще, кто хочет попастнее супчик, да? Да. Тот может кожу снять заранее и варить уже курицу без кожи. И что, и начинаем снимать мясо, да? И выкладывать вот сюда, наверное. Да, начинаем снимать мясо. А что сюда пока? Ничего пока? Вот сейчас мы обратно это все будем. Сейчас это все обратно. Давайте. Берем. Да. Закинули все вот это, да? Да. Делаем огонь. Все закинули. Да, да. Курица здесь. Прекрасно. Курица сейчас, секунду, я единственное что, простите. Вань, попробуй, я не пробую соленое это. Попробуй по соли. Попробуй суп на соль, да? Да, попробуй суп. А я думаю, что надо немножечко еще. А может быть и нет. Нет, ну надо. Надо. Так, сразу, смотрите. Я сыплю туда кукурузу. Сразу засыпаю. Так. Теперь, смотрите. Да. Укроп, кинза, петрушка, да? Да. Да. Много. Много, да. Так, берем все это, размешиваем. Вот, сейчас он закипит. Так, закипаем. Сейчас он закипит, и мы будем туда потихонечку вливать вот эти яйца. Выливайте четыре разбитых яйца и взбитых. Да. Туда выливаю. И продолжаю мешать. Вот такая получается яичная лапша. Это тот самый суп, на котором выросло не одно поколение олимпийских чемпионов. Татьяна Анатольевна, пока уже, ну все, да? Он уже закипал. Ну не крути, не крути его. Не крути, оставляю. Тогда две секунды позволю себе напомнить всем, как мы его готовим. Мы берем курицу, заливаем холодной водой, кладем туда болгарский перец, разрезанный пополам и вычищенный помидор, и целую морковь. Помидор напополам. Все. Варим курицу до готовности, чтобы была полностью сварена. Да. Вынимаем курицу, вынимаем все овощи, они нам не нужны. Кожу снимаем. Кожу снимаем. Добавляем также в курицу, добавляем специи с солью. Куриный бульон у нас остается. В этот куриный бульон мы кладем измельченную, очищенную от костей и кожи курицу. Кладем туда курицу, кладем туда кукурузу сладкую. Обязательно. И потом много-много зелени кладем туда яйцо, четыре яйца, взбитые рукой вашей. Вот, друзья, вот этот суп. Все. Аплодисменты. Вот он. Он сладенький. О! Да. Но сейчас... Павел, нам не прозевать, у нас сейчас труды. А, да, так мы его делали. Давайте напомним рецепт. Да, давайте. Друзья, вы берете тесто. Да. Слоеное тесто, которое вы покупаете в магазине замороженном. Легко. Раскатывайте пласт теста. Сверху мелко, но не в пыль, мелко дробленые... Орехи. Грецкие орехи. Сверху... Изюм. Изюм. Порезанная мелко курага. Яблоки. Запеченные яблочки. Запекайте. Лучше запеченные. Мармелад. Вот. Сахарного песка еще можно чуть-чуть. Чуть-чуть, да. Все это вы заворачиваете, говоря языком профессиональных кулинаров, в длинную колбосяпку. В колбосятину. В колбосятину. Закрывайте со всех сторон хвосты. Сверху маслицем. Маслицем оливковым. Оливковым. И на... Да. Или на бумагу. Или на силикон. Или на силикон. И после этого отправляйте сначала 250 градусов, потом 200 градусов. Все. Вот. 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 Вот, друзья. Вот. Вандерфул фандастик. Ой. Слушай, ну... Слушай. Ну, слушай. А? Ну, да. Ну, это, конечно. Очень вкусно. Ну, и, наконец-то, чемпионский салат. Листья салата. Лучше? Лучше. Лучше рукла и микс салат. И микс салат. После этого грецкий орех, достаточно крупно помолотый. Да. После этого мы добавляем туда... Самое главное – это клюква. Клюква сушеная. Сушеная. Добавляем туда порезанный мелко сыр Рокфор. Да. После этого мы добавляем туда очень мелко порезанное яблочко. Очень мелко, да. Очищенное. 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 После этого мы все это перемешиваем. Да. Выкладываем. Заправляем это все. Немножко бальзамического уксуса. Да. Сверху малина, ежевика. В общем, ягоды. И туда ягоды. Ягоды. Чтобы это было так красиво. Красиво и вкусно с этим бальзамическим уксусом. И сыр. Попробуем. Не откажемся. Не откажемся. Главное, порции-то какие прекрасные. Прекрасно. Друзья, эту вилку салата мы поднимаем за прославленного тренера, блистательного кулинара, нашу любимую Татьяну Анатольевну Тарасову. Давайте по-плодинам. Спасибо. Спасибо. Я бы назвал эту ситуацию какой-то неожиданный поворот во рту. Подожди, сколько это у меня. Так, это контроль. От нашего спонсора. Корзина. Мне? Ароматного. Цейлонского чая Агвар. Чай Агвар. Неиссякаемый источник бодрости. Энергия и хорошее настроение. Это для вас. Я чай очень люблю. Сейчас отнесу на каток. Все будут пить. От нашего спонсора. Вы получаете уникальный фильтр для очистки воды Аквафор. С уникальными волокнами Аквалем. Они делают воду кристально чистой. От нашего спонсора. Всемирно известного. Производителя посуды. Премиум класса. Компании Тапова. Инновационные изделия. Овальная Ультра Про. И сковорода Мираж. Готовьте увлекательно. С новой рецептурной книгой. Молочный микс от Тапова. Мы желаем вам. Нашим чемпионам. Новых побед. Новых свершений. Новых успехов. И новой радости. Мы вас любим. Татьяна Тарасова. Сегодня с Макей. Спасибо. Я вас тоже очень люблю. Друзья. Короткая пауза. На одну неделю. После которой мы вернемся. И вы знаете, что хумус. В переводе с эстонского. Означает. Извините. Там вашему товарищу. Плохо. Продолжение следует. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok